приветствую! что за дивные шары и сферы иногда видны на наших снимках на фотографиях и на видеокамере при приближении светящихся каких-то объектов в интернете вы найдете немало таких роликов и во многих говорится что-то какие-то удивительные штуки, однако я вам скажу просто давным-давно уже это известно в оптике явления и вы можете сами я вас могу научить их фотографировать эти сферы шары орбы как только не называют в разных местах в разных условиях дело в том что при фотографировании со вспышкой света от вспышки идет рассеянные то есть он идет вот таким образом не пучком, не направленный если фотоаппарат фокусируется например на объекты расположен от вас в 5 метрах например в двух метрах это комната или на улице деревья и кусты и вы фотографируете со вспышкой то например деревья и кусты четкие, на них линза в данный момент объектив сфокусирован а если какая-то частица Это может быть насекомое, это может быть капелька, если влажность большая или моросит Это может быть снежинка и это может быть пылинка То есть вариантов очень много Это может быть кусочек пепла, если где-то горит костер, дымом поднимается пепель И потом медленно вот так опускается, глазом даже почти незаметно Ярким фонарем светишь ночью в небо и видно эти, например, штучки опускающиеся Вот получается, вы фотографируете со вспышкой Сфокусирован объектив на дальние предметы А близкий не в фокусе Если здесь вот такая частичка появляется и освещается вспышкой От частицы отраженный свет, рассеянный на кадре, на фотографии Создает вот этот круг, эту сферу Я вам перечислил, что может быть причиной этих сфер И очень часто читаю, даже забавно, смешно, когда люди охотятся за этим Там, например, читал как-то давно о том, что прям новость, что там девушка гонялась на кладбище за этим шаром Он улетал, она шла его, фотографировала, фотографировала, он улетал среди могил Или, например, что фотографии, что однажды там где-то там в каком-то городе, там в Нью-Джерси с неба ночью сыпались светящиеся шары И люди фотографировали На самом деле это вот когда очень мелкий дождь моросит Такой мелкий-мелкий, что почти незаметно И даже одежда сухая То есть падают капельки, тут же испаряются А на кадре это видно Или когда идет очень мелкая крупа, град, снег такой вот сыпется в морозное время Вот, и люди фотографировали так небо, вот эти вспышки Вот вы можете попробовать сами Когда идет снегопад, например, сфотографироваться вспышкой Когда идет мелкий дождь Рядом с костром, когда сыпется Или с домом, в котором топят углем, например, иногда вот сыпется То есть вы можете попробовать сами Это первый пункт И второе, это часто на камеру приближают На видеокамеру, на фотоаппараты Приближают светящийся в небе объект Например, это звезда, планета Международная космическая станция Ярко летит или спутник То есть разные такие объекты космоса Природные или технические И вот приближают камеры Очень сильно А фото-видеокамеры многие не могут сфокусироваться Если кадр весь черный И один светящийся объект То очень часто камеры могут сфокусироваться на нем Если этот объект поставить в центр кадра И вот камера теряет фокусировку Если там фокусировка автоматическая Это при приближении зумом Например, та же планета Венера яркая На фотографиях, на видео растягивается в такой светящийся шарик Который цветной, иногда бывает с кольцами Как он только-то не бывает Люди думают, что эта видеокамера реально приблизила ту планету Звезду или шар летящий И опять, человек может, вы можете подумать Что вот вы так приблизили, что это над городом Шарлеттин И, например, ко мне вот обращаются Вот сейчас, например, вот сейчас в это время года В январе 2017 года и феврале На вечернем небе видна планета Венера Она самая яркая после Солнца и Луны И поверьте, ко мне, как к астроному обращаются люди В звонках спрашивают Говорят, вот я видел, как на небе этот шар белый Я приближал там фотоаппаратом или видеокамерой У меня, говорит, очень дорогая техника Качественная там, фирмы крутой Я приближаю, говорит, смотрю И там, значит, шар такой с кольцами И он в течение вечера ушел под горизонт Я говорю, ну это планета Венера Нет, говорит, я знаю, Венера нет Это не Венера Я говорю, ну хорошо Продолжи наблюдение в следующие вечера А потом поймешь, что это снова будет видна Точно так же уходить под горизонт Земля поворачивается По небу объекты движутся Уходят на западе под горизонт Но завтра пасмурно Послезавтра пасмурно Потом в течение недели не удалось посмотреть И у человека остается вот то его мнение Что это какой-то светящийся шар Он видел на небе и сфотографировал А то, что я ему уже говорил Перепроверь, что это Венера Уже забылась А через месяц-два уже и видимость Вечерней Венеры пройдет Она потом на утреннем небе будет видна У человека сохраняется вот это мнение Что он видел какой-то светящийся шар Сфотографировал Он это будет показывать потом Другим людям и так далее То есть вот такие дела Иногда люди воспринимают самолеты Которые заходят на посадку Тоже издалека Над городом, например, над аэропортом Воспринимают это и снимают на камеру Как цепочку светящихся, летящих, быстро мучащихся по небу шаров Опять же Когда самолет заходит на посадку Он включает яркие огни Ну как фары впереди И эти огни издалека Он может делать повороты перед посадкой Они издалека над горизонтом Видны как две ярких точки А уже когда самолет в такой плоскости Что он низко над землей То не видно вот этих мерцающих цветных огней А вот эти два ярких, они так появляются Потом пролетает он И они исчезают Потому что он повернул в бок И пошел на посадку Кажется, над городом, если приблизить камеру Эти светящиеся шары так быстро пролетели И как бы угасли и исчезли То есть вот тоже такой случай И когда к нам, значит, в планетарий Обратился человек с такой видеозаписью Когда я спросил, где он это снимал Где он находился И в каком направлении горизонта Это ввелась съемка на камеру То это было направление на Харьковский аэропорт Там, где как раз поворачивают Заходят на посадку самолеты То есть вот такие тоже были случаи у меня В практике такие вот Я, конечно, не спорю, что могут быть Какие-то таинственные вещи Что могут быть какие-то светящиеся шары Плазмоиды, вот как, например, шаровая молния Наука ее не отрицает Изучить очень сложно Редкое событие Но уже в лабораторных условиях Давно ученым удается Воссоздать шаровую молнию Но как это в природе Это вот очень интересно Поэтому, конечно, несомненно Тайных загадок еще очень много Но разбирайтесь Будьте исследователями Не оставайтесь на окончательном Каком-то своем утверждении Мнении уже Потому что вы можете ошибаться И от этого лучше вам не будет Если вы будете исключительно Придерживаться своего мнения И от него не отходить ни на край Вот, поэтому Исследуйте Будьте исследователями И желаю вам все-таки Видеть интересные вещи Делать свои маленькие большие открытия И посмотрите у меня остальные видео На канале Не прощаюсь